Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы говорим о событиях, произошедших в Европе в Средние века. Я Ольга Сапрыкина. Наша тема сегодня – Великая схизма 1378-1417 годы. В 1378 году закончилась эпоха авеньонского пленения пап, длившаяся 69 лет. В это время папская кория, или правительство, находилась в полной зависимости от французских королей. Однако возвращение папы в обнищавший Рим привело к таким противоречиям внутри католической церкви, которые закончились великим западным расколом, или великой схизмой, продолжавшейся еще 40 лет. Возвратившийся в Рим, папа Григорий XI нашел в развалинах не только дворцы и соборы, но и все церковное государство. После смерти Григория делегация Римского городского совета обратилась к кардиналам с призывом избрать новым папой-итальянца, дабы воспрепятствовать возвращению пап в авеньон и поспособствовать обогащению Рима. Событие, которое произошло на Ватиканском конклаве, то есть собрании кардиналов, созываемом специально для выборов нового папы 7 апреля 1378 года, оказалось роковым для папства и католической церкви еще на целых полвека. На площади Святого Петра бушевала толпа, угрожавшая выборщикам, поэтому кардиналы уже на утро третьего дня заседания конклава решили избрать новым папой-итальянца, архиепископа города Бари Бартоломео Приньяно. Следует заметить, что город Бари находился в Неаполитанском королевстве, смежном между сферами французских и итальянских интересов. Еще до того, как поднялся с фумата, то есть белый дым, оповещающий о том, что папа избран, нетерпеливая толпа вооруженных римлян ворвалась в здание конклава. Кардиналы, над жизнями которых нависла опасность, не решились сообщить о своем выборе и бросились в бегство. Спасаясь, один из них вдруг накинул на плечо престарелого и неспособного передвигаться римского кардинала Тибальдески Пали, специальный шарф, который являлся фрагментом облачения высшего иерарха католической церкви. Старец не мог бежать, и поэтому, несмотря на все его возражения, ликующая толпа возвела его на престол. Лишь к вечеру истина прояснилась, и папой стал Бартоломео Приньяно, принявший имя Урбана VI. Урбан VI совершенно не вовремя втянулся в конфликт и с Неаполитанским королевством, в результате которого от него отшатнулись и остальные кардиналы. На их место он вынужден был в спешном порядке назначать новых, в основном из числа своих родственников. Собравшиеся для выборов нового папы-кардиналы расположились на территории Неаполитанского королевства, где и был избран новым папой француз Роберт Женевский. Урбан VI и Климент VII взаимно предали друг друга анафеме, и тем самым раскол церкви стал свершившимся фактом. У католической церкви появились два главы, две курии. Из Рима и Авеньона исходили противоречащие друг другу назначения и параллельные постановления. Налагались различные налоги. Все это создавало анархию в управлении католической церковью. В 1407 году папа Римский Григорий XII и папа Авеньонский Бенедикт XIII должны были встретиться для обсуждения путей восстановления единства католической церкви. Однако святые отцы хотели сесть за стол переговоров с оружием в руках, и именно это послужило препятствием их личной встречи. В 1409 году в условиях начавшегося военного конфликта часть кардиналов, отвернувшиеся от обоих пап, созвала новый Вселенский Собор в городе Пизе. На этом соборе выдвинулся кардинал Балтазар Косса. Он и был избран новым папой, и принял имя Иоанна XXIII. Итак, во главе католического мира оказались уже три папы. Вопрос требовал немедленного решения. За дело взялся сам император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембург. В 1413 году он созвал новый Вселенский Собор в швейцарском городе Констанце. Этот собор стал самым многочисленным форумом Средневековья. Основным вопросом собора стал вопрос о восстановлении единства католической церкви и католической веры. Большинство собравшихся пришло к мнению, что восстановление единого папского престола возможно только в условиях отречения всех трех пап. Григорий XII сделал это добровольно. Иоанн XXIII после длительного сопротивления был свергнут с престола, а Бенедикт XIII скончался. Великая схизма закончилась выборами нового папы, которым стал кардинал Отто Колонна, влиятельный римский иерарх церкви, он принял имя Мартина V. Это событие свершилось 11 ноября 1417 года. Отмечу, что великий западный раскол церкви объяснялся почти исключительно политическими причинами. Французское духовенство и светская власть стремились сохранить преобладающее влияние на папскую курю. Светские правители и духовенство отдельных европейских государств принимало сторону то римского, то авиньонского папы в соответствии со своими политическими интересами. Это предопределило позицию европейских государств в Столетней войне и многих других политических конфликтах. Но в это время авторитет и власть папства уменьшались в пользу светских правителей отдельных европейских государств. Продолжала сформироваться национальная церковная автономия.